Добрый день, дети и родители! И сегодня у нас четвёртое приключение. Бибигона, Бибигон и ворона. Однажды Бибигон увидел, что злая ворона поймала молодого гусёнка и хочет унести к себе в гнездо. Он схватил камень и бросил ворону. Ворона испугалась, бросила гусёнка и улетела. Гусёнок остался жив. Но прошло три дня, и спустилась ворона с вышины и схватила Бибигона за штаны. Смотрите, ворона и схватила Бибигона за штаны. Он без боя не сдаётся, Бибигон, и брыкается, и рвётся, Бибигон. С чёрного вороньего гнезда не уйти. Не уйдёт он, не спасётся никогда. А в гнезде гляди, какие безобразные и злые восемнадцать воронят, как разбойники лихие погубить его хотят. Восемнадцать воронят, на несчастного глядят, ухмыляются, а сами знают, долбят его носами. И вдруг раздался громкий крик. «Ага, попался озорник!» Тот злобный голос брундуляка. И рад, и счастлив брундуляк, теперь-то глупый забияка. Уж не спасёшься ты никак. Но в эту самую минуту бежала Лена на порог, и прямо в руки левипуту какой-то бросила цветок. То лилия. Спасибо Лене за этот дивный парашют. И прямо к Лене на колени отважно прыгнул лилипут. Но сейчас же склонился с её колен. Соскочил с её колен, и как ни в чём не бывало, умчался во двор к своим друзьям. А друзей у него много везде. И в поле, и в болоте, и в лесу, и в саду. Все любят смельчака Бибигона. И ёжики, кролики, сороки, лягушата. Вчера две маленькие белки. Весь день играли с ним в горелке. И танцевали без конца на именинах у скворца. А нынче он, как будто в танке, помчался во дворе в жестянке и бросился в неравный бой с моей курицей Рябой. Вот она, курица Рябая. А он в жестянке спрятался и налетел на курицу. А что же Брундуляк? Брундуляк затевает недоброе. Он стоит тут же, неподалеку, под деревом. И думает, как бы ему погубить Бибигона. Должно быть он и в самом деле злой колдун. Да-да, он колдун, он волшебный. Волшебник, говорит Бибигон. И указывает на лохматого пса, пробегающего в эту минуту по улице. Вот, глядите, бежит Барбос. Ты думаешь, что это пёс? Нет, это старый агафон. Наш деревенский почтальон. Ещё недавно в каждый дом с газетой, с газетой или с письмом он приходил. Но как-то раз колдун сказал, а-ра-барас. И вдруг, от чуда в тот же миг, Барбос он сделался старик. Бедняжка агафон, сказал я со вздохом. Я хорошо его помню. У него были такие большие усы. А Бибигон сидит у меня на плече и указывает на соседнюю дачу. Вон, погляди, стоит Фёдор, Федот. И жабу гонит от ворот. А между тем, ещё весной, она была его женой. Ну, почему же ты не боишься злодея? Злодея, спрашивает Бибигона, моя внучка. Ведь он может заколдовать и тебя. А потому я не боюсь, что я смелый, отвечает Бибигон. И смеётся. Смелому никакие колдуны не страшны. Вот какой маленький, но очень отважный и смелый. Ставьте большой палец. И до следующей встречи. У нас будет пятое приключение.